Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим один из самых популярных и продвинутых роботов-пылесосов в среднеценном сегменте, это Rodme Eve Plus от Xiaomi, который снискал широкую популярность благодаря отличному функционалу сухой и влажной уборке, людару и станции самочистки. Ну и цена за такой набор у него тоже достаточно демократичная. Купить его можно в пределах 30-35 тысяч рублей, это в районе 400 долларов. Кстати, общее количество заказов этой модели на Алиэкспресс уже перевалило за 2000 экземпляров, так что пылесос пользуется большим спросом, поэтому давайте познакомимся с ним поближе. Вы на канале Smart Life, поехали! В комплектацию входит, естественно, робот-пылесос, станция для самоочистки, фильтр для робота-пылесоса дополнительный, то есть один в пылесос уже вставлен, это у нас такой вот запасной. Также блок для влажной уборки со сменной такой вот тряпкой многоразовой, также у нас есть 10 дополнительных таких вот тряпок для одноразовой такой вот влажной уборки, не знаю зачем, но по крайней мере то, что есть, это всегда плюс. Есть еще 4 таких вот мешка для мусора фильтровальной станции, здесь 4, один внутри находится фильтровальной станции, всего их 5, они одноразовые, хотя в принципе, может быть, можно купить многоразовый. А также вот такой вот кабель для питания нашей станции вот этой и, естественно, инструкция, полноценная инструкция, русский язык тут у нас присутствует, можно со всем ознакомиться, как правильно пользоваться, полностью посмотреть информацию по данному роботу-пылесосу, в общем, все для того, чтобы понять, что он из себя представляет. А теперь давайте рассмотрим внешний вид робота-пылесоса, посмотрим габариты, значит, материал корпуса у нас здесь вверху, крышка такая вот глянцевая, здесь идет матовый пластик и по бокам тоже у нас такой вот практичный матовый пластик. Вверху так называемый лидар, кнопка включения-выключения, кнопка для того, чтобы на док-станцию возвращался робот-пылесос и кнопка выбора режима. Спереди и по бокам инфракрасные датчики для обнаружения препятствий, давайте рассмотрим внизу, как у нас выглядит робот-пылесос, что у нас здесь есть, контактная группа для док-станции, колесо, естественно, датчики для того, чтобы робот-пылесос не падал, две щетки у нас присутствуют, что очень даже хорошо, значит, это я уже подключил блок для влажной уборки, можно вот таким вот образом его отсоединять, щетку, давайте рассмотрим более детально, как она у нас выглядит. Вот такая вот щетка, ну, ворса тут достаточно, ну, густая, очень даже хорошо, это у нас такие вот резиновые вставочки, вот обратно вставляется без особых проблем, все у нас защелкивается, и давайте рассмотрим блок у нас для сухой и влажной уборки, как выглядит, вот таким вот образом, сюда у нас заливается вода, вот таким вот образом, с другой стороны неправильно я отсоединяю, вот тут, и также тут можно вот так вот отсоединить фильтр, который у нас в комплектации есть еще один, то есть все доступно, понятно, без особых нареканий, вставляется, одевается все без особых проблем, вот так вот. В общем, по внешнему виду претензий нет, и собран, видно то, что робот-пылесос очень даже добротно. В нижней части док-станции по краям видим контакты для подзарядки робота-пылесоса, ну и по центру всасывающее отверстие мусорного контейнера. На передней части станции блока самоочистки есть такая вот LED-панель, которая выводит информацию о том, насколько заряжен аккумулятор робота-пылесоса, она у нас сенсорная, и при долгом нажатии на нее можно активизировать систему самоочистки. Давайте рассмотрим внутреннюю часть блока станции самоочистки, и что у нас находится внутри, это у нас щетка, смотрите, для очистки основной щетки робота-пылесоса, потом одноразовый мешок, вот здесь контейнер, вот таким вот образом за язычок тянется, и автоматически он у вас закрывается, мусор не высыпается. Мешки у нас одноразовые, вроде бы как по отзывам читал, что хватает людям где-то 10 на 2 такого вот мешочка. Ну и здесь еще такой вот фильтр для того, чтобы внутренне попадал мусор. Вот таким вот образом все у нас здесь выглядит. Поменяли мешок, и обратно вот таким вот образом, нехитрым, все у нас вставляется. Теперь перейдем к программной составляющей, значит, работает робот-пылесос в приложении Mi Home, всем уже известное приложение. Здесь вы добавляете робот-пылесос, добавите устройство в правом верхнем углу, либо по Bluetooth, либо вот в ручном режиме робот-пылесос открываете и находите вашу модель, вот родный EVO. Добавляете, синхронизация производится, и, естественно, робот-пылесос у вас, ну, как бы настраивается, появляется вот здесь на главной страничке. Значит, открываем приложение в приложении, что у нас здесь есть интересного. Естественно, вот здесь три точечки и главные настройки нашего робота-пылесоса. Настройки робота регулируются, настройки станции сбора пыли также можно настроить. Регулярную уборку, записи об уборке не информируют, учет расходных материалов, вот голос и громкость. Тут изначально робот-пылесос был на английском языке, здесь переключается на русский язык, чтобы робот-пылесос с вами разговаривал по-русски, как говорится. Режим удаленного управления, позиционирование робота-пылесоса. Я здесь! Видите, можно найти его вот таким вот образом. Ну, и в принципе, ничего такого более интересного я здесь не увидел. Также, видите, различные вариации уборок, либо сегментарная уборка по карте, зональная уборка, точка уборки, то есть, в принципе, здесь все у нас настраивается. Ну, и вот тут можно регулировать громкость пылесоса, точнее сказать, это не громкость, это у нас режим всасывания, с какой силой, естественно, будет робот-пылесос работать. Естественно, чем сильнее всасывание, тем громче он работает. И также можно регулировать влажную уборку, интенсивность подачи воды. Более такая вот интенсивная, менее интенсивная. Ну и обращаю ваше внимание, что здесь можно выбрать количество уборок. То есть если у вас в доме грязно, можно поставить такую вот уборку по второму циклу, так сказать. И также влажная уборка по маршруту Y. Y-образная влажная уборка, она тоже такая более тщательная. Ну и в принципе все. Вот здесь вот можно возобновить зарядку. Можно также автоматически запустить, чтобы у вас произвелся забор мусора. В общем, в целом, в принципе, работает тут у нас все стандартно. Интуитивно во всем разобраться можно без особых проблем. Давайте коротко пробежимся по основным характеристикам нашего робота-пылесоса. Значит, емкость встроенного аккумулятора составляет 5200 мАч. Благодаря чему время работы тут у нас заявлено до 250 минут. Либо же 250 квадратных метров. Это очень хороший показатель, сразу могу сказать. Значит, мощность сасывания составляет 2700 паскаль. Тоже показатели очень хорошие. Потребляемая мощность станции составляет 850 ватт. Объем пылесборника 300 мл. Объем бака для воды 250 мл. Проходимость препятствий до 2 см, либо 20 мм. Уровень шуба составляет на максимальной такой вот мощности до 72 дБ. Тоже показатели не сильно большие. Если на средних показателях, там выдают в районе 60 дБ, что очень даже хорошо. Ну и размеры можете посмотреть тут, в принципе, такие вот стандартные. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что робот-пылесос прекрасно работает с Яндекс.Алисой. Так что подключить к умному дому его можно без особых проблем. Ну а теперь перейдем к самому главному. Уборки. Родми Ив Плюс. Пылесос создан для быстрой и качественной уборки. Первым делом лидар полноценно сканирует помещение, проходит по периметру, ну и после чего приступает к полноценной уборке всей доступной площади змейкой. Препятствия он преодолевает без особых проблем. Да, конечно, с сушилкой он немного повозился, но самое главное, что не завис и самостоятельно из нее выбрался. А как вы знаете, не все пылесосы ее нормально преодолевают. Остальные препятствия типа различных ножек, стульев для него не проблема. Если выбрать режим двойной уборки, то робот пройдет со змейкой по второму кругу, но перпендикулярно изначальной траектории. С моим залом Родми Ив Плюс справился всего за 10 минут. То есть с двухкомнатной квартирой площадью в 40 квадратных метров он справится минут за 30. Вот сколько он собрал мусора в режиме простой уборки. А после завершения и возврата на базу, станция самочистки автоматически запускается и очищает пылесборник в роботе-пылесосе. Вручную его очищать нет необходимости. Станция с этой задачей справляется на отлично. Объем данного мешка составляет 3 литра и в среднем его хватает где-то на 1,5-2 месяца. После чего его следует заменить. Кстати, внутри станции есть система стерилизации, которая запускается автоматически после самоочистки. И удаляет различных пылевых клещей, микробов и неприятный запах. Теперь касаемо влажной уборки. Тут также есть два режима уборки, более тщательной, своеобразной траектории. Но при этом время уборки естественно будет более продолжительной и стандартной, в котором траектория движения будет в виде классической змейки. Ну и напоминаю про 4 режима подачи воды. От полного отсутствия смачивания до максимальной, в котором, собственно говоря, сейчас и производится уборка. Полноценное мытье у полов это, конечно, не заменит, но в режиме ежедневной уборки поддерживание чисты с помощью влажной уборки будет более тщательное. Естественно, после окончания данной процедуры желательно снять, вымыть и высушить те многоразовый молк, дабы он не запрел. По итогу могу сказать, что качество сухой влажной уборки данного пылесоса отличное. Что я могу сказать по итогу? Эволюция в роботах-пылесосах идет своим чередом и в плане удобства такие пылесосы с станциями самоочистки действительно привлекают. Из личного опыта скажу, что у меня бывали случаи, когда я забывал очистить пылесборник. И уборка в таких случаях была практически никакой. Тут же эта проблема решена благодаря станции самоочистки. Да и вообще в плане уборки пылесос себя зарекомендовал очень хорошо. Две щетки, лидар, хороший функционал в приложении, база самоочистки, ну и оптимальная цена делают данную модель в своей категории одной из лучших. Так что я могу смело вырекомендовать покупки. Вообще, после знакомства с различными моделями роботов-пылесосов могу констатировать, что эволюционируют они достаточно хорошо. А это говорит о том, что спрос на них немалый. Кстати, Родми совсем недавно представили новую модель с вращающими щетками для мытья полов и специальной моющей станции под названием Родми Ева. Вот эта модель меня очень заинтересовала. Там и мытье полов такое вот более тщательное, и ничего снимать, сушить не надо. В общем, полнейшая автономность и отличная уборка. Но и цена около 800 долларов. Это 60 тысяч рублей. И если хотите увидеть его на обзоре, ставьте пальцы вверх и пишите в комментариях. Если увижу широкую заинтересованность, обязательно займусь этим вопросом. Да, конечно, за 800 долларов я покупать его не буду, а вот долларов за 500-600 я готов его купить. Ну и, конечно, нужно договариваться с продавцом о дополнительной скидке за обзор. В общем, жду ваше мнение в комментариях касаемо данного робота-пылесоса, касаемо моющего робота-пылесоса и вообще, интересна ли вам данная тематика. На этом большое всем спасибо за внимание. Не болейте. И до новых встреч в будущих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok